Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня у меня такой небольшой видеообзор моих рыбарских приобретений для нового сезона. Две посылочки мне пришло из Китая и одна посылочка пришла по Белоруссии. С Китая заказал тройнички для своих мандул, овлар и гамакацо. О них поговорим попозже. И также заказал посылочку с воблерами. Данные воблеры у меня топ-1 по улову щуки в 2019 и 2020 году. Ну а теперь обо всем поговорим поподробнее. Начнем, друзья, с воблеров. Заказал 4 воблера фирмы Беркинг, копия на Дуа Реалис, соточку в таких вот окрасках. И сейчас расскажу, почему я их заказал поподробнее. Данный воблер, как я и сказал, в 2019-2020 году у меня оказался топ-1 по уловистости по щуке. Данный воблер в расцветке Арбузик принес около 50 щук. Самая лучшая с ним рыбалка мне принесла 9 щук за один день. Видео есть на канале, ставлю ссылочки на видео, посмотрите. Данный воблер принес в 2020 году около 10 щук. Очень уловистые, хорошие воблеры. И мне понравились, я решил обновить свою коробочку. И заказать, конечно же, Дуа Реалис в натуралочке, под уклейку, под платвичку. Я думаю, щука его очень оценит. Хотя и на Дуа Реалис у меня были поклевки хороших окуней. Окунь тоже не пропускает данный воблер. Вот, заказал в расцветке МакТайгер. Натуралочка под окунька. Тоже такая вот натуралочка под платву, под белоглазку. Интересная, хорошая расцветка. Ссылка, друзья, на воблеры будет в описании под видео. И сейчас вот я хочу ради интереса взвесить и посмотреть, ничего ли не изменилось. Эти воблеры я заказывал в 2019 году, а вот эти в 2021. Посылочка пришла, кстати, очень быстро, за 14 дней. Раньше вот весь воблер 14,38 в расцветке арбузик. 14,16. Такой вот ядовитый кислотник. 14,91. В принципе, друзья, 14 грамм, как они и весили, почти 15, так они и весят сейчас. То есть, как видим, ничего практически в производстве не изменилось. Значит, повторяемость у воблеров должна быть практически одинаковая. Хотя говорят, что у китайских воблеров повторяемость не очень хорошая. Но вот насчет фирмы Беркинг я такого не скажу. У меня как и этот воблер работает по щуке, так и этот воблер работает по щуке. Да, у этого воблера больше хвостов, у этого меньше. Но при твичинге они работают одинаково. Может быть, дело в самой расцветке и в водоемах, где я ловлю. Поэтому данный воблер мне очень нравится. Я его так твичу более резким твичингом. И щука его не пропускает. И очень он ей нравится. Так что заходите. Кому интересно, ссылочка будет в описании под видео. Заказывайте. Я надеюсь, у вас они тоже на водоемах будут работать. Также, друзья, заказал вот такие вот разборные чебурашки. Разные веса. Заказывал в группе в инстаграме. Группа так и называется. Разборные чебурашки. Когда увидел цену, которая в два раза меньше, чем в наших магазинах моего города. Я сразу же заказал себе на сезон разных чебурашек, разных весов. Должна еще одна посылочка прийти через неделю. С чебурашками. Кому интересно, заходите. Доставка по Белоруссии. Цена очень бюджетная, адекватная и недорогая. Хорошо. Все работает. Проволочка. Без каких-либо проблем, препятствий. Вытаскиваем, вставляем. И так на любом грузике. Хорошо выбиты цифры. Очень неплохо сделано. Поэтому, кому интересно, заказывайте. Реально хорошие чебурашки. И теперь рассмотрим тройники, которые пришли для моих мандул. Кто видел мои последние видео, знаете, что я начал делать самодельные мандулы. И скоро их буду разыгрывать. И также активным подписчикам я буду высылать свои мандулы просто в подарок. Особенно тем, кто проживает на данный момент в Белоруссии. Если я увижу, что вы комментируете постоянно мои видео, делитесь ссылочками в соцсетях, я своим подписчикам буду делать подарки. Как силиконовых рыбок, которые я так же сам лью, так и мандул. На пробу заказал крючки Гамакасу и крючки Овла. Китайские. Ну и что вам хочу, друзья, сказать. Я уже сделал пару мандул. С них попробовал данные тройнички. Тройнички для своей ценовой категории неплохие. На четверочку. Не скажу, что они очень там крутые, очень хорошие, очень острые. Ну так, сами по себе они крепкие. Но острота, вот, может быть, два крюка острых, а один немножко тупой, его надо подправлять. И также для тех, кто интересуется, крючки Гамакасу, Овлер, китайские. Такое ощущение, что они сделаны с одного станка. То есть, вот, если бы я не знал, с каких сейчас коробочек взял, я их положил бы в разные коробочки. Одинаковые. Делаются на одном заводе, делаются на одном станке китайском. Только разные, как говорится, этикетки. Гамакасу, Овлер, хорошо, хоть не Овнер назвали. Здесь написано, Made in Japan. Даже на русском. Использовать только для рыбалки надпись. Беречь от маленьких детей. А так, друзья, разницы, разницы между данными тройниками нет. Ссылочки будут в описании и под видео. Поэтому можете заказывать, какие подешевле. Как говорится, для Мандул неплохие тройники. Как для Мандул разведчиков. Если не знаете, какое дно, куда и как кидать, то, в принципе, цена данных тройников как раз вот подходит для этих Мандул разведчиков, как я их называю. Не жалко оторвать. И получается недорогая Мандула. Ну, на этом, друзья, видео буду заканчивать. Все ссылочки, что я вам показал, будут в описании и под видео. Кому интересно, заходите, заказывайте. До новых встреч. Не хваста, не чешуи на рыбалке. Всех благ вам и вашим близким.